Любимый психолог. Это как раз про тех, кто еще до этого... Кому предстоит. Кому еще предстоит. Сейчас будете меня пугать? Да нет, нет, почему же. Ты потом можешь предвышать, у тебя впереди много интересного всего. Так, ну хорошо. Вот мы пережили вот этот кризис выбора, осознания себя в юности. Профориентировались. Профориентировались. Уже даже нашли любимую работу и нам хорошо. Вот давай так. Устроились в жизни. Дальше что? Задача молодости, она в том, чтобы уже почувствовать вот эту взрослую жизнь. Принять ответственность за свои решения. Зарабатывать, все такое. Ну то есть, как у нас это происходит? Человек сначала заканчивает вуз. Вот пока он в вузе, там тоже есть еще вариант. Кто-то зарабатывает уже сам, кто-то там еще... Ну да, кто-то чуть пораньше, кто-то тут еще покоше. Кто-то с мамой еще, кто-то уже в общаге, да. Да, 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 да. Но в среднем где-то получается, что в 23-24 года, там, средняя температура по больнице такая, что люди уже где-то работают, как-то сами себя обеспечивают и, скорее всего, нашли себе какого-то одного постоянного партнера, с которым начинают вместе жить. Ну, либо они очень сильно ищут, потому что очень чувствуют эту потребность. Либо очень-очень сильно ищут, да. То есть, получается, что это называется по периодизации Эриксона ранение взрослости, период от 18 до 30 лет. В это время основная задача у людей, это, во-первых, создать какие-то близкие отношения, научиться с одним человеком разделять близость. Такую прям настоящую. Вторая задача – это найти свое дело профессиональное и найти свою мечту. И вот тут начинается интересное самое. Ну, во-первых, прежде чем перейти к интересному, и там, хочу предосхитить всякие вопросы по поводу того, что почему вот именно там 30, и почему вот именно такой возраст. Я скажу еще раз, что это средняя температура по больнице. Мне кажется, это потому, что вот всех пугает вот это, а, на четвертый десяток пошел, четвертый, четвертый пошел, пошел. Нет, знаешь, получается, как-то есть такая штука, как сценарий рода, сценарий родителей, который передается человеку молодому. Сравниваешь себя с мамой, мама в моем возрасте уже вот это, да? Нет, 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 нет. Это когда вся семья начинает ждать, ну что ты уже когда, ну когда вы уже поженитесь, когда у вас уже ребенок. А в нашей, да, в нашей семье обычно меньше там двоих не бывает. Или, а в нашем роду в твоем возрасте мужчины уже зарабатывали себе на первую квартиру. И вот очень часто в этом возрасте род, семья, начиная транслировать молодому человеку, огромное количество каких-то установок, убеждений. Они до этого его так вот поддавливали, но тут вот прям явно начинают, это вот все вот эти вопросы про деторождение, а мочасики-то тикают. А сколько будет тебе, когда пойдет твой ребенок в школу? Да, да, вся вот эта вот история. И люди впадают либо в реализацию сценария, который им навязали родители, это может быть про профессию. Ну, там, не знаю, в нашем роду все врачи, и я буду врач, ну как бы это само собой все учителя, и я там туда же. Относительно детей выбора партнера точно так же часто бывает совершенно неосознанная штука. Вот просто непонятно, почему ты выбрал именно этого человека. Потому что пора. Какую-то родность почувствовал, а он идеально вписывается в стереотип взаимоотношений твоих родителей. Вот как у тебя в семье было, с ним можно делать все такое же. И поэтому вот как-то странно, вроде были разные другие, и даже может быть с кем-то было бы покомфортнее, но вот этот прямо вот родной-родной, все, выбрали его. И часто такое случается, что человек выбирает профессию, выбирает партнера, создает семью, рожает детей не очень осознанно в этом возрасте. И при этом все социальное окружение, то есть его поколение, оно начинает тоже как-то сильно подгоняться по этому поводу. Например, все мои подружки уже, а я еще нет, да, все уже вышли замуж, а я еще нет, все уже родили детей, а я еще нет. Паника. Паника, да, у парней, да, может быть, такой же там, вот этот уже там купил себе машину, этот купил, а я еще нет. Начинается вот такое, что мне надо тоже как-то вот влиться, то есть я хоть не такой. Либо, бывает другая история, люди уходят в жесточайший антисценарий, то есть когда выбирают, опять же, там себе партнера, рожать-не рожать детей, или профессию не по велению сердца, а как бы протестно, да, на злома, на уши отморожен. То есть вот, ах, вы считаете, что художники самые там такие, никчемные люди, буду художником. Вот, все, смотрите, вот я такой весь себя дерзкий, я могу делать не так, как мне сказала мама. А вы все действуете по шаблону, типа, фу, отстой. Да, да, буду там пить, я буду делать там всякое такое, я могу сидеть. Смотрите, я свободен, да. Да, да, моя свобода в том, что я ничего от этого всего не делаю. Ну, то есть вот так вот всяко люди задуряются, где-то лет до 27, до 30, там начинается прям самое веселое. Вот если в 25-26 лет вы, наверное, могли наблюдать очень-очень взрослых молодых людей, девушек, ну, как даже скажу, молодых женщин, молодых мужчин, которые совершенно точно знают, как надо жить, как жизнь устроена. Встречались ли вы такие персоны? Да. Ну, вот мне вот часто встречаются. Они совершенно четко понимают, что они делают в этой жизни. У них уже много что есть, у них есть достижения, у них есть... Они еще готовы тебя проконсультировать как надо? Вообще легко, вообще нормально. Это напоминает немножко вот подростков, которые тоже все точно знают. Я уже большой. Я уже большой, уже все точно знают. Они уже все по-взрослому делают, они уже прям живут отдельно, у них уже прям ребенок. Ну, вот, а потом вдруг, когда, вот часто это бывает, совпадает еще с таким переходным периодом в жизни семьи молодой, когда первому ребенку исполняется года три. То есть уже нет вот такого кипиша по поводу ухода за ним, и уже люди адаптированы к родительской роли, и вдруг их начинает захлест, то есть какая-то лютая тоска. Скучно живут, да? Вообще, вот говорят, бытовуха заедает. Вот что-то дни летят, дни тянутся, годы летят. Что я буду вспоминать старости, да? Неужели? Вот все, окей, мне говорили. Вы знаете, как вот у нас все сказки заканчиваются тем, и жили, и там они поженились, и там я был, там у меня пиво пил, все такое. И вот все, мы поженились, мы родили ребенка. Да, у меня есть работа, да, я могу заработать себе на пиво вечером сам. И что? У меня впереди еще какой-то большой горизонт, большой-большой-пребольшой. Неужели вот это все самое лучшее, что может предложить мне жизнь? И начинается большое такое прям разочарование, недоумение. А что дальше? Недоумение разочарования. А дальше будет реклама. Да. Вот это волшебное спокойно, оно всегда так концентрирует, вот бы его почаще в жизни вспоминать. У нас тут Диана Лепихина, как всегда, и мы разговариваем про кризис сценарной эмансипации. Да, вот так оно называется. То есть эмансипация, что такое самостоятельное состояние. В 25 примерно кажется, что мы все хорошо знаем в жизни, у нас уже есть даже семья, и даже может быть ребенок. И вот когда мы уже немножко успокоились, поняли, как за ним ухаживать, уже немножко привыкли, и тут вдруг кажется, что будни нас съели, все одинаково, и дальше тьма какая-то. А знаешь, самое интересное, вот те люди, которые в супер протесте в каком-то, да, и у них буквально никакой семьи, секс, наркотики, рок-н-ролл, все дела, к этому возрасту удивительным образом тоже обнаруживают, что это уже не ободрит. Хочу семью покой, да? Ну, что что-то происходит не так, что это скучно. Я все это уже видел, я все это уже пробовала. Каждый раз одно и то же. Каждый раз одно и то же. Один и те же наркотики, один и тот же стресс. И рок-н-ролл как-то тоже кажется одинаковым. Да, примерно так. Одна из подписчиц моих, Илона, она хорошо озвучила свое состояние вот в этом, в кризисе. Она говорит, нон-стопом постоянно мысль, кто я, что я, и не напрасно ли все это. Вот это вот прям отлично. Да, да, да. Да, вот прям вот как-то так. И в этом возрасте огромное количество разводов происходит. И люди делают какие-то совершенно сумасшедшие поступки. И начинают какие-то выбирать себе какую-то другую профессию. Можно твоего совета спросить? Можно. Если в этом возрасте кажется, что ты хочешь развестись, и стоит этот возраст пережить, и немножко поненавидеть пару лет своего супруга, но не разводиться. Или как? Или лучше поддаться вот этому истерике. Вот это истерики, у тебя есть свое мнение, судя по всему, да, субъективно. Ну, ты знаешь, вот здесь тоже нету такого, по-моему, рецепта универсального для всех. Ну, я же средняя температура попала. Нет, я бы не сказала, потому что, понимаешь, вообще этот кризис, он может пройти довольно мягко. В каком случае? В том случае, если человек был достаточно осознан в предыдущие годы своей жизни. Если работа, профессия, она не была навязана родителями, она, ну, то есть была возможность профориентации нормальной, да. Если человек привык к тому, что его личные границы уважаемы, то, что его мнение уважаемо, и супруг выбран, на самом деле, достаточно осознанно, без привязки к именно какому-то родительскому сценарию. И ребенок рожден, потому что это было большое желание. Все может пройти достаточно гладко. Может появиться там размышления какие-то, а вот на самом деле, а какие хобби я хочу добавить, а те ли у меня друзья, можно присмотреть свой круг общения, что-то такое, но не будет таких больших потрясений. А чем более автоматизированными были какие-то выборы предыдущие, тем более жестко прихонет вот в это время. То есть, значит, если трясет, то не напрасно. Конечно, но нет, ничего не нужно. И стоит что-то переделать, от чего-то отказаться. Ну, очень здорово. У женщин и мужчин по-разному. Мужчин чаще по поводу профессиональной самореализации, женщин чаще по поводу людей. Ну, это вот опять же реализуется в социальной установке. Важно в это время найти свою мечту. Вот если ты говоришь, вот еще можно вернуться к Насте на вопрос про супругу, супругу, классно не сгоряча ничего не решать. Вот это вот правда здорово. То есть ты можешь точно так же разорвать отношения, и точно просто потому, что тебе больно, не потому, что человек не тот, потому что ты не умеешь правильно его готовить. Ты не умеешь неправильно договариваться, и с другим супругом может случиться то же самое. Вот хорошо использовать этот присед. В общем, порой делали не в Тибиле, да? Да, лучше... Обычно, причем, если супруги ровесники, это совпадающая такая штука, его-то тоже колбасит, или у нее тоже колбасит. Поэтому можно попробовать в это время с психологом поразбираться, да, что там ребята у вас такое происходит. Своего мужа уже 32. Да, да. Он без меня это пережил. Подожди, все еще впереди. Да. Ну, и знаешь, очень интересно, как вспоминают мои ровесники, мое поколение, мы с ними только ностальгировали, пока я к эфиру готовилась. Вот это было чувство такое, с одной стороны, очень страшно, очень больно, много тревоги, много разрывов. Но это было чертовски так интересно, и ощущение появлялось в жизни, когда мы делали все свои невероятные 30-летние глупости какие-то. Так это и есть жизнь. Да, да. И вот те выборы я сменила профессию в это время, развивалась. То есть вот я сделала все, все вот то, что... И ты понимаешь, что это было правильно, потому что вот... Ну, как тебе сказать, я уже использую вот этот опыт. Я тогда сделала наилучшее, на что я была способна, но я была совершенно дикой. То есть у меня не было кризиса, например, такого пубертатного, яркого, но вот все реализовалось в этом около... Рано или поздно, короче, хлопнет. Хлопнет. Хлопнет вопрос. Чем более вы осознаны, тем меньше будет хлопать. Поэтому вот моя рекомендация по прохождению этого кризиса не торопиться делать никаких резких телодвижений относительно переездов, разводов, жених, работ, чего-то еще, а обратиться к себе, найти себе того консультанта, который вам близок. То есть это может быть хорошая помощь, это может быть психолог, это может быть просто наставник, который все вот это уже проходил. Кстати, вот если ты говоришь про разницу мужчин и женщин, очень важно для мужчины в этом возрасте, когда есть такой друг, который старше лет на 5, и который... У женщин. Ну, это могут быть своеобразные отношения, но тоже неплохо. Ну вот, вот если такой есть друг, который может помочь пройти вот эти все этапы, это очень классно. Это может быть просто знакомый, какой-то, например, там лучший друг старшего брата, лучший друг мамы, не знаю, ну... Ну, может быть, да. Это человек, пример которого будет вдохновлять. Вы видите, что он живет так вот взахлеб, вот ему прям классно, он идет на работу, ему там нравится, он живет с человеком, который ему близок. Надо проконсультироваться со счастливым человеком. Да, да, да. Если у него есть еще профессиональные навыки какие-то, ну, как вас проконсультировать, то вот он может на самом деле помочь. И вот после того, как вы уже посмотрите глубоко в себя и на все сферы своей жизни, и нарисуете себе вот ту мечту, которая вас будет дальше греть, и чтобы вам хотелось просыпаться по утрам, вот тогда уже можно переходить к этапу каких-то решений. Скажи, правильно ли я поняла? Если накрыло, стоит посмотреть на те вещи, которые тебя раздражают, которые ты хочешь поменять, у их истоков, то есть как они появились, как ты к ним пришел, и если понимаешь, что пришел ты к ним немножко не сам, или как-то немножко в торопях, или как-то, ну, не так, как тебе бы хотелось, то значит, скорее всего, тебя справедливо по этому поводу накрыло, да? Я в любом случае, понимаешь, если у тебя есть сильная эмоция, она обоснована, значит, тебе жмет, ты живешь какую-то не свою жизнь, и тебе стоит... В общем, этому кризису стоит доверять. Да, переписать свой сценарий по-своему, и всем, кто сейчас в нем находится, прекрасным 30-летним, я желаю... Перебеситься. Много сил, много любознательности, и... Не торопиться. Не торопиться и ничего не бояться. И посоветоваться обязательно. Да. Вот найти человека. Вот мне повезло в свое время, мне... Совершенно случайно, кстати говоря, я встретил человека, который, посмотрев на меня, сказал, слушай, что-то поможет с собой что-то не то. Да, я сказал, ну, вообще... Хочешь поговорить об этом? Да, реально, и он мне помог. А мне повезло еще больше. А я правда, я собирался переезжать в другой город, я собирался, ну, там, ну, резкие, действительно, очень такие конкретные изменения в жизни. Мне повезло больше тебя. Мне еще всего лишь 22. И на 10 лет вперед у меня есть Анна Лепихина. Как я тебя... Спасибо большое, Аня, в очередной раз нас всех успокоила. Успокойтесь.